Беседы Христа последних дней Слова о выполнении долга Отрывок В Божьем Доме все, кто стремится к истине, едины перед Богом, они разделены. Все они работают на общую цель, исполняют свой долг, делают ту работу, которая им выпала, поступают согласно истине принципам, делают так, как требует Бог, и угождают его намерением. Если же ты трудишься не ради этого, а ради самого себя, ради удовлетворения своих эгоистичных желаний, то это проявление развращенного сатанинского характера. В Божьем Доме все выполняют обязанности в соответствии с истинными принципами, в то время как действиями неверующих управляет их сатанинский характер. Это два совершенно разных пути. Неверующие держат свой совет. У каждого из них есть свои цели и планы. Каждый живет своими интересами. Поэтому все они борются за свою выгоду и не желают уступить ни пяде нажитого. Они разобщены, они едины, потому что не стремятся к общей цели. Намерения и природа их действий одинаковы. Все они преследуют собственные цели. В этом нет истины. Ими руководит и управляет развращенный сатанинский характер. Они находятся под контролем своего развращенного сатанинского характера и не могут себе помочь. Поэтому все глубже и глубже погружаются в грех. В Божьем доме, если бы принципы, методы, мотивация и отправная точка ваших действий были такими же, как у неверующих. Если бы вами также играл, управлял и манипулировал развращенный сатанинский характер. И если бы отправной точкой ваших действий были ваши собственные интересы, репутация, гордость и статус, то вы бы исполняли свой долг точно так же, как это делают неверующие. Если вы стремитесь к истине, вам следует изменить свой образ действий. Вы должны отказаться от собственных интересов, от личных намерений и желаний. Получив рабочее задание, вам следует сперва побеседовать друг с другом об истине, понять намерения и требования Бога и только потом распределять обязанности, руководствуясь тем, кто в чем хорош. Вы должны браться за то, что вам по силам и твердо придерживаться своего долга. Не рвитесь вперед и не хватайтесь за все подряд. Надо научиться идти на компромисс и быть терпимыми. Если кто-то только начал выполнять долг или только освоил навыки в какой-либо области, но не справляется с некоторыми задачами, не нужно его принуждать. Давайте таким людям задание полегче. Так им будет проще достичь результата при выполнении своего долга. Это и означает быть терпимым, сдержанным и принципиальным. Это часть нормальной человеческой природы. Именно этого требует от людей Бог и именно это они должны практиковать. Если ты достаточно опытен в какой-то области и работаешь в ней дольше других, то тебе следует поручать более сложную работу. Ты должен принять ее от Бога и покориться. Не будь привередливым и не жалуйся, говоря, почему ко мне придираются. Другим дают легкие задания, а мне трудные. Они что, хотят усложнить мне жизнь? Хотят усложнить тебе жизнь? Что ты имеешь в виду? Рабочее обустройство подбирается под каждого человека. Кто способнее, тот делает больше. Если ты многому научился и многое получил от Бога, то тебе следует дать более тяжелую ношу. Не для того, чтобы усложнить тебе жизнь, а потому что она тебе по силам. Это твой долг, так что не пытайся привередничать, отказываться от него или уклоняться. Почему ты считаешь его сложным? На самом деле, если бы ты вложил в него частичку души, то вполне справился бы с этой задачей. То, что ты считаешь задание трудным, а отношения предвзятым, считаешь, что к тебе намеренно придираются, все это проявление развращенного характера. Это отказ выполнять свой долг, отказ принять его от Бога. Ты не притворяешь истину в жизнь. Когда ты привередничаешь в исполнении своего долга, делаешь только легкие и простые задания, которые позволят тебе отличиться. Это развращенный сатанинский характер. То, что ты не можешь принять свой долг или подчиниться, доказывает, что ты все еще восстаешь против Бога, что ты противишься Ему, отказываешься от Него и избегаешь Его. Это развращенный характер. Когда ты поймешь, что это развращенный характер, что тебе следует сделать? Если тебе кажется, что ты можешь легко справиться с заданиями, которые дают другим, тогда как те, которые дают тебе, отнимают у тебя много времени и усилий на поиск информации, и ты этим недоволен, то правильно ли с твоей стороны проявлять недовольство? Конечно же, нет. Что же делать, если тебе это кажется несправедливым? Если ты противишься и говоришь, каждый раз, когда распределяют работу, мне дают тяжелую, грязную и утомительную, а другим – легкую, простую и престижную. Неужели они считают, что мной можно помыкать? Распределять так работу несправедливо. Если ты так думаешь, то ты ошибаешься. Независимо от того, есть ли в распределении рабочих мест какая-либо предвзятость, и разумно ли они распределены, что именно исследует Бог? Он исследует, есть ли у человека в душе покорность, может ли он взять на себя бремя ради Бога и боголюбив ли он? Если судить по этим Божьим требованиям, твои отговорки несостоятельны, твое исполнение долго не соответствует стандарту, а ты не обладаешь истинной реальностью. У тебя совсем нет покорности, и ты жалуешься, когда тебе приходится выполнить немного утомительной или грязной работы. В чем же здесь проблема? Во-первых, у тебя неправильный образ мыслей. Что это значит? Это значит, что ты неправильно относишься к своему долгу. Если ты постоянно думаешь о собственной гордости и интересах, не уважаешь Божьи намерения и не проявляешь покорность, то такое отношение к своему долгу не назовешь правильным. Если бы ты искренне посвящал себя Богу и имел боголюбивое сердце, как бы ты относился к грязной, утомительной или тяжелой работе? Твой образ мыслей был бы иным. Ты бы выбирал самую трудную работу и взваливал на плечи самое тяжелое бремя. Ты брался бы за то, чего не хотят делать другие люди, и делал бы это исключительно из любви к Богу и для Его удовлетворения. Ты бы делал это с радостью, без малейшего намека на жалобы. Грязная, утомительная и трудная работа показывает людей такими, какие они есть. Чем ты отличаешься от тех, кто берется только за легкую и престижную работу? Ты не намного их лучше. Разве это не так? Именно так ты должен на это смотреть. Итак, ничто так не выявляет истинную натуру людей, как исполнение ими своего долга. Некоторые люди большую часть времени говорят прекрасные вещи, утверждая, что они готовы любить Бога и покориться Ему. Но сталкиваясь с трудностями в выполнении своего долга, они разражаются всевозможными жалобами и негативными словами. Очевидно, что они лицемерят. Если же человек любит истину, то, столкнувшись с трудностями в исполнении своего долга, он будет молиться Богу и искать истину, относясь к своему долгу со всей серьезностью, даже если он неправильно обустроен. Он не жалуется, даже если ему приходится выполнять тяжелую, грязную или сложную работу, и полагаясь на покорность Богу в своем сердце, справляется со своими заданиями и хорошо выполняет свой долг. Он находит в этом большое удовольствие, и Бог утешается, видя это. Такой человек заслуживает одобрения Бога. Если же человек злится и раздражается, едва столкнувшись с грязной, тяжелой или ответственной работой, и никому не позволяет себя критиковать, то он не из тех, кто искренне посвящает себя Богу. Таких людей можно только выявить и отсеять. В обычных ситуациях, когда у вас возникают такие состояния, способны ли вы осознать всю серьезность этой проблемы? Если отчасти, то сможешь ли ты обратить эту ситуацию своими силами, своей верой и своим духовным ростом? Тебе нужно полностью изменить свой настрой. Сначала тебе нужно подумать. Это неправильный настрой. Разве я не привередничаю при выполнении своего долга? Это непокорность. Исполнение долга должно быть приятным делом, совершаемым добровольно и с радостью. Почему же я не рад? Почему я недоволен? Я прекрасно знаю, в чем состоит мой долг и что я должен делать, так почему же я не могу просто подчиниться? Я должен предстать перед Богом и молиться, и в глубине души познать это проявление развращенного характера. Затем, поступив так, ты должен помолиться. Боже, я привык быть своевольным, я никого не слушаю. У меня неправильный образ мыслей, мне не хватает покорности. Прошу, дисциплинируй меня и сделай покорным. Я не хочу расстраиваться. Я больше не хочу восставать против тебя. Пожалуйста, направь меня и сделай так, чтобы я мог хорошо исполнить этот долг. Я не хочу жить для сатаны. Я хочу жить ради истины и притворять ее в жизнь. Когда ты будешь молиться таким образом, твое внутреннее состояние улучшится, а когда оно улучшится, ты сумеешь подчиниться. Ты подумаешь, да ничего особенного. Просто я делаю больше, когда другие делают меньше, не веселюсь, когда они веселятся, и не веду пустые беседы, когда они ведут. Бог дал мне дополнительное бремя, тяжелое бремя. Это знак Его высокого мнения обо мне, Его благосклонности, и это доказывает, что я способен нести это тяжелое бремя. Бог так добр ко мне, и я должен быть покорным. И ты сам не заметишь, как твой настрой изменится. Когда ты впервые принял свой долг, ты был настроен негативно. Ты не умел подчиняться, но вскоре тебе удалось переломить ситуацию и тут же принять Божье исследование и дисциплину. Тебе удалось сразу предстать перед Богом с настроем на послушание и на принятие и практику истины, так что ты сумел принять от Бога свой долг во всей его полноте и добросовестно его исполнять. В ходе этой работы идет борьба. Эта борьба – процесс твоего изменения, процесс твоего принятия истины. Люди не могут без раздумий, с готовностью и радостью подчиняться всему, что встречается на их пути. Если бы люди были на это способны, это означало бы, что у них нет развращенного характера, и Богу не пришлось бы для их спасения изрекать истину. У людей возникают идеи, неверный образ мыслей, плохие и негативные состояния. Все это – реальные проблемы, они существуют. Но когда эти негативные и плохие состояния, негативные эмоции и развращенный характер берут вверх и управляют твоим поведением, мыслями и настроем, тогда то, чем ты занимаешься, как ты практикуешь и какой путь выбираешь, будет зависеть от твоего отношения к истине. Ты можешь испытывать эмоции, пребывать в негативном или мятежном состоянии, но если эти чувства проявятся во время твоего исполнения долга, их можно будет легко преодолеть, потому что ты предстаешь перед Богом, потому что ты понимаешь истину, потому что ты ищешь Бога и потому что ты настроен на покорность и принятие истины. Тогда ты без проблем будешь выполнять свой долг и сумеешь превозмочь ограничения и контроль, которые имеют над тобой твой развращенный характер. В итоге ты успешно выполнишь свой долг, исполнишь Божье поручение и обретешь истину и жизнь. Процесс выполнения людского долга и обретения истины – это также процесс изменения характера. Именно при исполнении своих обязанностей люди получают просвещение и озарение Святого Духа, постигают истину и входят в реальность. Сталкиваясь с трудностями в исполнении своих обязанностей, люди также часто приходят к Богу, чтобы в молитве, поиске и постижении Его намерений преодолеть эти трудности и нормально выполнять свой долг. Именно при исполнении своих обязанностей люди принимают Божью дисциплину и живут под руководством Святого Духа, постепенно учась действовать в соответствии с истинной принципами и приходя к удовлетворительному исполнению своих обязанностей. Это и есть истина, которая занимает твое сердце и правит в нем. Некоторые люди, с какой бы проблемой они ни столкнулись при исполнении своих обязанностей, не ищут истину и всегда действуют в соответствии со своими собственными мыслями, представлениями, фантазиями и желаниями. Они постоянно удовлетворяют свои собственные эгоистичные желания и их действиями всегда управляет их развращенный характер. Может показаться, будто они всегда исполняли свои обязанности, но поскольку они так и не приняли истину и не способны поступать по истине принципам, в конечном итоге им не удается обрести истину и жизнь, и они становятся исполнителями в полном смысле слова. Так на что же опираются такие люди при исполнении своих обязанностей? Они не опираются ни на истину, ни на Бога. Та малая часть истины, которую они понимают, не обрела господство в их сердцах. Чтобы выполнить эти обязанности, они полагаются на свои собственные дары и таланты. На все приобретенные ими знания, а также на собственную силу воли или благие намерения. И разве в таком случае смогут они исполнять свои обязанности приемлемым образом? Когда люди при выполнении своих обязанностей полагаются на свою естественность, представление, фантазии, компетенцию и уровень знаний, даже если создается видимость, будто они выполняют свои обязанности и не совершают зла, они не притворяют истину в жизнь и не сделали ни одного дела, угодного Богу. Есть еще одна проблема, которую нельзя упускать из виду. В процессе выполнения своих обязанностей, если твои представления, фантазии и личные желания никогда не меняются и никогда не заменяются истиной, и если твои действия и поступки никогда не совершаются в соответствии с истинной принципами, то каким будет конечный результат? У тебя не будет жизневхождения, ты станешь исполнителем, и таким образом исполнятся слова Господа Иисуса. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Почему Бог называет лиходеями людей, которые прилагают усилия и которые трудятся? Одно можно сказать наверняка, какие бы обязанности не выполняли эти люди, какую бы работу они не делали, их мотивы, побуждения, намерения и мысли всецело продиктованы эгоистичными желаниями. Все ради того, чтобы защитить личные интересы и планы на будущее, а также для удовлетворения своей гордыни, тщеславия и статуса. Все сосредоточено вокруг этих соображений и расчетов, в их сердцах нет истины, нет страха Божьего и покорности Богу, и в этом источник проблемы. Вы должны во всем искать истину и исполнять свой долг надлежащим образом в соответствии с Божьими намерениями и тем, чего требует Бог. Что же конкретно подразумевается под исполнением долга в соответствии с тем, что требует Бог? Во всем, что вы делаете, вы должны научиться молиться Богу, вы должны проанализировать свои намерения, свои помыслы, соответствуют ли эти намерения и помыслы истине, и если нет, то их следует отринуть, после чего поступать в соответствии с истинной принципами и принять Божий надзор. Таким образом, вы сможете заботиться о том, чтобы притворять истину в жизнь. Если у вас собственные намерения и цели, и вы прекрасно понимаете, что они идут вразрез с истиной и противоречат Божьим намерениям, но вы все равно не молитесь Богу и не ищете истину в поиске решения, то это опасно. Вы можете легко творить зло и в своих делах противиться Богу. Если вы совершите зло один-два раза и покаетесь, то у вас все еще есть надежда на спасение. Если вы продолжаете творить зло, то вы исполнитель всякого зла. Если на этом этапе вы все еще не можете покаяться, то вас ждет беда. Бог отделит вас и поставит по одну сторону или покинет вас, что означает, что вы рискуете быть отсеянными. Люди, совершающие всевозможные злодеяния, непременно будут наказаны и отсеяны. Субтитры создавал DimaTorzok